ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы знаете, это происходит по всей стране, и не без причины. Самый недавний пример, о котором вы, без сомнения, слышали. На выходных власти Нью-Йорка объявили, что планируют убрать статую Тедди Рузвельта, которая находится у здания городского музея естественной истории. Бронзовый памятник стоял там еще со времен, предшествовавших Второй мировой войне. Скоро его не будет. Люди, воздвигшие эту статую 80 лет назад, сейчас бы определенно недоумевали. Они вовсе не считали Тедди Рузвельта противоречивой фигурой. На самом деле, Рузвельт был самым популярным президентом в истории США. Он также самый американский президент. Никакая другая страна не могла бы произвести на свет Тедди Рузвельта. Добродетели Рузвельта отражали ценности Америки. Он отличался личной храбростью, глубокой начитанностью, высокой самодисциплиной и потрясающей энергией. Еще будучи студентом, Рузвельт написал историю войны 1812 года в двух томах. Она издается до сих пор. Он спас нашу экономику от корпоративных монополий, и, сделав это, он создал в Америке условия для появления среднего класса. Он создал национальные парки, Панамский канал, управление по санитарному контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Список достижений Тедди Рузвельта заполняет целые полки биографических трудов. И это вдобавок к более чем 40 книгам, написанным им самим на самые разные темы. От Оливера Кромвеля до скотоводства и социальной справедливости. Сам Теодор Рузвельт славился своей порядочностью. В 1901 году он пригласил своего друга Букера Вашингтона на ужин. Никогда прежде афроамериканцы не трапезничали в Белом доме. Демократов эта идея привела в ярость. Тедди Рузвельт ел за одним столом с чернокожим, и за это преступление до конца жизни подвергался нападкам он сам и его жена. Но Рузвельт никогда не покорялся, он посылал агрессивную толпу куда подальше и продолжал радостно жить. Тедди Рузвельт был героем для миллионов американцев и до сих пор остается, именно поэтому они и сносят его статую. Они знают, что если смогут заставить вас смотреть, как они свергают ваших героев, это будет означать их победу. Теперь для них не будет ничего невозможного. Они смогут решать, как вам воспитывать ваших детей, как вам голосовать, во что вам позволено верить. Унизив вас, они смогут вас контролировать. Вот почему агрессивные толпы по всей стране сносят американские монументы. В городах Ричмонд и Сент-Пол они снесли статуи Христофора Колумба. То же самое в Бостоне. Теперь бостонский мэр говорит, что пора убрать статую Авраама Линкольна, человека, освободившего рабов. Ведь это же расизм. В Далласе из аэропорта убрали статую техасского рейнджера, простоявшую там более 50 лет. В Дирборне, штат Мичиган, снесли статую бывшего мэра, то же самое сделали и Филадельфии. В Нэшвилле снесли статую бывшего сенатора США. И в Олбани тоже. В Орегоне снесли Томаса Джефферсона и Джорджа Вашингтона. В Сан-Франциско агрессивная толпа уничтожила статуи Улиса Гранта, Кунипера Серы и Фрэнсиса Скотта Ки. На пьедестале монумента Ки они написали краской из баллончика «Убивай колонизаторов» и «Убивай белых». На случай, если вы еще не поняли, что они имели в виду. У всех этих только что отмененных американцев есть одна общая черта. Ни один из них не сражался за конфедерацию. Снос их статуи не имел никакого отношения к гражданской войне. По крайней мере, к первой гражданской войне, которая была 150 лет назад. Демократы это очень хорошо понимают и все это поддерживают. Везде, где толпа уничтожала памятники, стоявшие в общественных местах, это делалось при поддержке руководства демократической партии. В то же время, и вам следует это знать, это поддерживали и многие республиканцы. На прошлой неделе агрессивная толпа в центре Вашингтона решила снести статую человека по имени Альберт Пайк. Пайк прославился как журналист и поэт, а впоследствии как видный масон. Менее года, с конца ноября 1861 до середины июля 1862, Пайк служил в армии конфедерации. Затем Пайка арестовали как изменника конфедерации. Ему грозила смертная казнь. Но и это не спасло его от толпы. Она подожгла поверженное на земь изображение Пайка. Как минимум, один известный консерватор написал твит, в котором одобрил это. Республиканцы в Конгрессе вообще ничего не сказали, а могли бы. Статуя Пайка принадлежала службе национальных парков. Это федеральная собственность. Снос ее был преступлением федерального уровня. Но никто в Вашингтоне даже не подумал применить в данном случае закон. Редактор субтитров А.Семкин